МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа новости Большого округа в студии Константин Гиргая. Смотрите сегодня в выпуске. Все для своих. Как Пушкинский помогает на передовой и в тылу? Всем он помогал, старался помочь. Во всем и всегда. Человек был, в принципе, спокойный. Но в нем, конечно, вот этот сержень героин. Чтобы знали и помнили, в Мамонтовке открыли мемориальную доску памяти героя Советского Союза Александра Егорова. Погода нелетная. Ливни с грозами и шквалистым ветром накрыли подмосковный регион. Как Пушкинский переживает непогоду? Об этих и других новостях прямо сейчас. Лето не только пора летнего отдыха, но и время, когда особенно важно помнить о безопасности. Особенно детской. Мероприятия, направленные на профилактику несчастных случаев с участием несовершеннолетних в округе, проводят регулярно. Ребятам рассказывают о работе служб, обеспечивающих правопорядок, а также знакомят со спецтехникой. Как прошел единый день безопасности в лагере «Дружба», расскажет Евгения Коломиец. Шестой по счету единый день безопасности прошел в округе Пушкинский. На этот раз сотрудники полиции, Росгвардии, МЧС и ГИБДД, а также пожарные, приехали в гости к ребятам в лагерь «Дружба». По очереди каждый отряд знакомился с разными службами. В летний период мы стараемся охватить всех наших деток, которые не находятся в школах, в детских садах, где мы можем каждый раз напоминать о правилах безопасности, о правилах поведения. Поэтому мы приезжаем в детские лагеря. Сначала это были пришкольные лагеря, а сейчас это загородные лагеря. Для гостей отряды и их вожатые, в свою очередь, подготовили творческий подарок. Это танцевальный флешмоб. В рамках Единого дня безопасности детям проводят демонстрацию работы разных служб, обеспечивающих безопасность и правопорядок. Кроме того, ребятам напомнили правила поведения на дорогах, в общественных местах и транспорте. Рассказали, как себя вести в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Единый день безопасности направлен на профилактику несчастных случаев и гибели детей. Евгения Коломиец, Владимир Парфенов, Яков Глэйзер. Новости Большого округа. И к другим новостям. Глава Пушкинского сегодня на Донбассе. С руководителем волонтерского движения округа Бах и Хасановым, а также с заместителями Артемом Люхиным и Юрием Гордеевым, Максим Красноцветов выехал к передовой, чтобы встретиться с несущими там службу мобилизованными парнями из Пушкинского. А накануне глава округа Максим Красноцветов встречался с волонтерами. Группа «Неравнодушные Зет» из Ивантеевки активно выполняют гуманитарную миссию в зоне специальной военной операции. Они помогают нашим бойцам, собирают гуманитарную помощь для мирных жителей, поддерживают приюты с животными. Глава округа Максим Красноцветов посетил Ивантеевских неравнодушных и передал для наших солдат ценный и нужный подарок. Купили виногли, купили тактические наушники, кучу купили одежды. Руководитель волонтерской группы Ольга Астраханцева увлеченно показывает главе округа приобретенные для солдат такие необходимые вещи. Максим Красноцветов с Ивантеевскими волонтерами встречается регулярно, в курсе, чем живут и дышат эти люди, в какой помощи нуждаются. Здесь, на центральном проезде в Ивантеевке, силами администрации для них выделили склад для сбора гуманитарной помощи. От всей группы и от себя лично, как от руководителя группы Ивантеевка Неравнодушная ЗЭД, поблагодарить вас за это помещение, за информационную поддержку, за то, что вы рядом, нас страхуете, и с пониманием, и вниманием относитесь к нашим ко всем просьбам. Большое спасибо, потому что только вместе. Одним очень тяжело, и когда нет рядом какого-то надежного плеча, очень сложно. Спасибо вам. Нынешний приезд главы округа не случайен. Волонтеры, которые регулярно ездят сами и отправляют на передовую необходимый нашим защитникам груз, обратились к главе с просьбой. Помочь приобрести для наших солдат один очень ценный и такой необходимый в нынешних условиях предмет. Маленькая помощь, не совсем легкая. Поэтому это от нас, мы в помощь придаем. Это коньки, наверное, дроновое. Дроновое ружье. Это очень актуально сегодня. Поэтому вы можете отдать им ребятам подразделение, где в том числе есть бойцы Пушкинского округа. Мы очень надеемся, что это поможет нам всем, поможет нашим ребятам, это привезет нашу победу. Это в том числе. Главное, что это спасает жизнь. Благодаря таким людям, благодаря неравнодушным, инициативным, организованным, идейным, сильным людям и строится, наверное, вот это крепкое, здоровое общество, за которым, безусловно, перспектива развития, перспектива становления нашего общества, нашего государства. И благодаря таким людям у нас все точно будет хорошо. Могу сказать одно. Эти центры объединяют людей, которым, конечно, неравнодушна специальная военная операция и те наши люди, брать родные, которые находятся на фронте. Конечно же, в это непростое время нужно консолидировать все силы, сплотиться для того, чтобы максимально облегчить существование наших ребят в этих окопах, для того, чтобы они все вернулись живые. Мы их всех ждем. Уже скоро долгожданный груз, антидроновое ружье, отправится к нашим бойцам на передовую. Здоровые мужики, здоровые парни. Вот они настолько радуются вот этим вот посылочкам, подарочкам, как дети, правда. То есть я прям вижу на лице, что ой, сейчас приедем, откроем и посмотрим, что же нам там передали. Такое вот, вот просто как дети. Очень радуются посылкам, конечно, из дома, да, которые собирают для них жены, матери. Настроение у ребят боевое. Все верят абсолютно, что скоро наступит победа, и это даже не обсуждается. Юлия Постриганева, Сергей Денисов, Анна Белова. Новости Большого округа. В микрорайоне Мамонтовка открыли мемориальную табличку памяти Александра Егорова. Герой Советского Союза. Он служил старшим сержантом. Был участником Великой Отечественной войны. На торжественном мероприятии вспоминали, каким он был человеком, где служил и где провел последние годы жизни. Память наших героев жива, пока мы их помним. В микрорайоне Мамонтовка открыли мемориальную табличку памяти старшего сержанта рабоче-крестьянской Красной Армии, участника Великой Отечественной войны, героя Советского Союза Александра Егорова. Александр Егоров участвовал в Сталинградской битве освобождения Сальска, Ростова, Крыма и других городов. Внучка Александра Егорова рассказала о своем дедушке по воспоминаниям своей бабушки. Со слов своей бабушки и людей, которые его помнили, рассказывали, что он был сильным духом, что всем он помогал, старался помочь во всем и всегда. Человек, он был, в принципе, спокойный. Но в нем, конечно, вот этот стержень героя, но это все равно, наверное, присутствовало в нем. Мы очень рады, что все-таки сделали нам эту табличку, что мы теперь все будем помнить. Мы и так помним, и чтить, и цветочки приносить. На мероприятии присутствовали представители местного отделения партии «Единая Россия» и общественные палаты, пушкинские молодогвардейцы, краевед и местные жители. Поступило обращение от родных и близких нашего героя с просьбой разместить данную табличку памятную на доме номер 11. Вот у того самого дома, у которого мы сегодня с вами находимся. Ввиду того, что Александр Иванович большую часть своей жизни прожил именно здесь, в этом доме. Кроме того, на открытии мемориальной таблички присутствовал краевед Алексей Житарь, который рассказал много интересных фактов про героя Советского Союза Александра Егорова. Он, кстати, призывался к пушкинским райвоенкоматом. Несмотря на то, что он жил в Матищах, получилось так, что он сначала был призван к матищинским райвоенкоматом, но так как в Пестово была школа, где он обучался на минерах, он потом был призван уже к пушкинским райвоенкоматом и считает, что он и наш, и матищинский. После открытия мемориальной таблички все отправились на Аллею Славы, посвященной героям Советского Союза. Ее посадили ветераны Великой Отечественной войны вместе с жителями микрорайона Мамонтовка в честь 70-летия Великой Победы. Местное отделение партии «Единая Россия» вместе с молодой гвардией «Единая Россия» принимает участие в подобных мероприятиях в рамках партийных проектов «Культура малой Родины» и «Историческая память». И вот сегодня мы участвовали в открытии таблички. И я хотела бы поблагодарить депутата Совета депутатов Тимура Апарина за поддержку и организацию этого мероприятия. Алина Рогожина, Владимир Овсяников, Яков Глэйзер. Новости Большого округа. Жители и гости Пушкина познакомились с культурой и традициями татарского народа. Концерт, разные игры, ярмарка, мастер-классы и национальные угощения. Все это подготовили на праздники, которые с давних лет отмечают татары и башкиры в честь окончания полевых работ. Как прошел Сабантуй в Пушкина, расскажем в нашем сюжете. В Пушкина отметили Сабантуй – народный праздник татар и башкир. Название Сабантуй происходит из тюркских языков и означает праздник плуга. Так отмечают окончание весенних полевых работ. Принято веселиться, петь песни, танцевать и угощать друг друга. В этот светлый праздник я хочу пожелать всем присутствующим всего самого наилучшего, крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия, успехов во всех начинаниях, чтобы все добрые заветные мечты сбылись и чтобы над нашей головой всегда было светлое и мирное небо. Уже на протяжении нескольких лет в Пушкина отмечаются Банту. Сабантуй – это стало доброй традицией, ведь наш округ всегда славился тем, как люди разных национальностей и вероисповеданий живут здесь в мире, добрососедстве и согласии. Ранее праздновали в Березовой роще в микрорайоне Кудринка. В этом году Сабантуй впервые в Центральном парке в Пушкино. Праздник проводит Татарский культурно-просветительный центр при поддержке администрации округа. Конечно, хочется всех поздравить с этим прекрасным праздником Сабантуем, пожелать всем действительно мирного неба над головой, потому что сейчас это самое главное и нужное то, что всем нам сейчас хочется видеть мирное небо над головой, чтобы все наши родные и близкие были живы и здоровы, чтобы на нашем столе всегда был полный стол, а рядом нас окружали дорогие, близкие, любимые люди. С праздником вас всех, хорошего настроения, мира и добра. Сабантуй – это дружный и радостный праздник. Принято веселиться, поэтому для жителей и гостей города подготовили большой концерт с интересной программой. Выступали не только местные коллективы, но и из Москвы, Московской области, а также артисты и ансамбли из Республики Татарстан. Со сцены летнего театра звучали песни на разных языках. Спокойно стоять было невозможно. Люди с удовольствием пускались в пляс. Здесь одна из участников ансамбля «Апасенель». Это значит, две сестры, получается, такой вот очень редкий у нас ансамбль. Они вот и дуэтом будут петь сегодня, и трио будут петь, и поддельцы будут петь. Сольно, да. И сольно будут петь девочки. Так что будем смотреть. На праздники подготовили и развлекательную программу. Дети участвовали в разных играх, работала ярмарка товаров ручной работы, проводили мастер-классы по изготовлению поделок. Кроме того, можно было попробовать пострелять из лука и пушки, а также познакомиться с национальной татарской кухней. Мы к королю и планируем провести свой сабантуй. Из-за этого хочется набраться опыта, посмотреть, как в других городах проводят. Это уже мой не первый сабантуй. Я был в Нижнем Новгороде, я был в Дубне. Так что вот решил посмотреть наших соседей. Евгения Коломец, Владимир Овсянников, Яков Глэйзер. Новости Большого округа. На календаре экватор лета и еще в начале недели воздух прогрелся до 28 градусов. Но, увы, такая погода продержалась недолго. Во вторник на столицу и Подмосковье обрушился мощный ливень. Пушкинский городской округ тоже встретил стихию. В Авантеевке дождь продолжался более часа. В считанные секунды небо заволокло тучами. Ветер усилился до 20 метров в секунду. Сверкали молнии, гремел гром. Выпала более четверти месячной нормы осадков. В Пушкино погода повалила деревья и есть подтопление. Коммунальные службы переведены в усиленный режим работы. Восстановлением порядка занимаются 25 человек и 11 единиц техники. Купальники на этой неделе навряд ли пригодятся. Лучшим другом станут зонты и сапоги. Среднемесячная температура июля вновь окажется ниже нормы. Синоптики прогнозируют еще одну пятидневку с отрицательно аномальной температурой. Вторая половина недели будет отличаться более-менее комфортными температурными условиями. Дневная температура все-таки поднимется до 23 градусов. Вот такое лето. И о погоде на четверг. 20 июля. День обещает нам дождь. Температура воздуха не поднимется выше 20 градусов. К вечеру будет облачно с прояснениями. Ночью плюс 16. Ветер западный 4 метра в секунду. А я напоминаю, что все наши материалы и новости округа вы можете найти в социальных сетях во Вконтакте, в Телеграме, на Дзене. Это все новости к этому часу. С вами был Константин Гиргая. Всего вам доброго и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин